Здравствуйте! В эфире программа «Округ новостей неделя». Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Александр Катунцев и Екатерина Булычева. Сегодня в нашей программе вы увидите. Одесский Евромайдан. Все краски одесского протеста. В Одессе начали поджигать автомобили оппозиционеров. Неизвестные напали на колонну евромайдановцев. На городской сессии должны были рассматривать только бюджет города. Однако обращение к президенту сюрпризом не стало. Одесский Евромайдан ширится. Каждый вечер на площади перед памятником Дюку собирается все больше и больше горожан. Кажется, власти специально делают все, чтобы одесситы активнее высказывали свой гражданский протест. О провокациях на мирном пикете, одесских тетушках и флаге Украины на потемкинской лестнице. Все краски одесского протеста далее в сюжете. В то время, когда на Майдане на залежности объявили траур по погибшим в столкновениях с Беркутом, в Одессе собрали провластный митинг. Там живут порядочные люди, никто там не ворует и не пьет. Если вы не верите, можете проверить, ну какой мы на улицу пойдем. Люди приходят на митинг организованными колоннами. Ведущий читает текст по бумажке. Очевидно, чтобы не сбиться с курса партии. Зачем они здесь не знают ни бюджетники, ни юные тетушки. Что вас сегодня привело сюда? Без комментариев. Активисты Одесского Евромайдана в честь Дня Соборности возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко. Пропоную свято, такое особенное свято, начать с шанувания голеной умовчания у этих жертв, первых жертв революции гидности и достоинства украинского народа. Звуки выстрелов в Киеве эхом отозвались на Одесском Евромайдане. Люди уже отчаялись быть услышанными властью. Они согласны на что угодно, лишь бы остановить кровопролитие. Готовы встать на колени перед Януковичем, чтобы он обратил внимание, что есть простые люди, которые хотят жить в этой стране. Мы не хотим ее покидать, мы хотим жить здесь. То, что происходит, это ужасно. Я хочу обратиться к мамам тех солдат, которые там стоят. Едьте к своим детям, становитесь с ними рядом. Может быть так, их что-то можно поменять. Люди гибнут, этот режим просто нас убивают. И надо не отчаиваться, идти до конца, ехать в Киев, бороться за свои права. Одесситы все отчетливее понимают, Майдан – это не площадь в далеком Киеве. Это твоя собственная свобода. Не нужно бояться этого, потому что каждый получает сколько свободы, сколько себе позволяет. Я понимаю, что мова идет о найбільшой ценности. Потому что, вы видите, что вчера Азаров сказал, что три западенские области стоят на Майдане, а на Антимайдане вся Украина. Сьогодні загинув громадянин Белоруссии и украинец вирменского походжения из Днепропетровска. Вся эта трагедия лежит на совести партии регионов однозначно. Я сьогодні разговаривал с депутатом областной ради, головой фракции партии регионов в Одесской области. Я ему только хотел напомнить, что та кровь, которая сейчас лежит, в том числе и на его руки, она никогда не смывается. Это самая настоящая гражданская война. Гражданская война с властью бандитов, гражданская война с криминалом, гражданская война с людьми, которые встали на сторону криминала, с обычными бандитами. Активисты Одесского Евромайдана призывают жителей города поддержать митингующих в Киеве. Это не вопрос комфорта, а вопрос жизни, заявляют они. Мы передаем теплые вещи, передаем каски, передаем очки, ну все, что можем, шлемы, потому что пригодится все, поскольку люди остаются без глаз, без рук, и то, что происходит, это самая настоящая война о власти против народа. Жертвами этой войны уже стали пять украинцев. Чтобы почтить их память, на Потемкинской лестнице сиял флаг Украины. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануем ими, братья, у своей стороне. Хочу, чтобы те люди, которые сегодня погибли за Украину, чтобы они с неба увидели это и понимали, что мы очень шкодуем. Это самая настоящая гражданская война. Гражданская война с властью бандитов, гражданская война с криминалом, гражданская война с людьми, которые стали на сторону криминала, с обычными бандитами. Нас богато! Нас не подолати! Противники Евромайдана начинают мстить и запугивать своих оппонентов. Произвол догатился и до Одессы. Вспыхивают машины оппозиционеров. Одним из первых пострадал автомобиль депутата Одесского городского совета Александра Остапенко. Пожар произошел в 4 часа утра на улице Базарной, недалеко от дома депутата. Первым заметил происходящий охранник стоянки Дмитрий, который вызвал пожарных и успел предупредить других автовладельцев. Прибежал мужик, другой мужик выбег на Тойоте. Вначале вытягивают машину, фунда это, что горело. А эти уже начали гореть. Как-нибудь пожарные приехали вначале тушить. Людей не было никого. Просто, смотри, бах, машина начала гореть и все. В результате пожара, кроме 4 автомобилей, также пострадал один из хозяев, Сергей, которого предупредил охранник стоянки. Сергей попытался спасти свой автомобиль и сделал все, чтобы огонь не зацепил и другие транспортные средства. Я начал, пытался тушить, оттуда пошел еще один взрыв. То есть мне в спину, я загорелся. Вещи, ну, покачался, вещи скинул. Начали эту вытягивать. Человек подъехал на машине мою канатом, вытянули уже на середину. Потом уже приехали пожарные. Вот и все, как бы, обгорел. В итоге пострадало 4 автомобиля. Два из них полностью уничтожены огнем. Больше всего повезло, если так можно выразиться, хозяину белой Тойоты. Мне утром позвонили из парковки, сказали, что произошло ЧП, возгорание, что моя машина пострадала. Но я вышел, посмотрел, увидел, две сгоревшие машины, одну вон оттащили вручную. И моя повреждение бампера, крыла заднего дверей. Депутат Одесского городского совета Александр Остапенко уверен, что его машину подожгли. Действия злоумышленников он связывает со своей гражданской позицией и выступлениями на Евромайдане. Обидно, что пострадали посторонние люди, но главное, что никто не погиб. А такие действия депутата не остановят. Есть порядочные в МВД и в службе безопасности сказали, что с Киева пришла буквально список машин одесских активистов зафиксированные. И что такие провокации возможны. Я просто не думал, что между предупреждениями реакции и действием будет такой коржуткий промежуток времени. Потому что сегодня я хотел машину свою переставить в закрытый гараж. Я понимаю, что это все координируется властью и что в следующем у нас в Одессе начнут убивать просто людей, активистов Евромайдана. Александр Остапенко также написал заявление в милицию. По факту данного пожара, открытое уголовное производство по предварительной квалификации статьи 194 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем поджога. А крайнюю точку будем в этом деле, уже в ходе расследования поставить уже выводы и экспертизы, которые должны установить причины данного сграния. В свете последних событий мы не могли не задать милиции вопрос, понимают ли они, что если они не найдут виновных в этом показательном наказании оппозиционера, то отношение людей к милиции и без того ухудшится. Отдает ли милиция себе отчет, что население будет считать их, грубо говоря, соучастниками? Кого? Милицию соучастниками? Вы знаете, ну так дело в том, что тогда нужны соответствующие доказательства. Я могу, так можно обвинить любого, кто-то соучастник, так вы обвините тогда и государство, и правительство в этом деле. Согласны со мной? А голословные обвинения можно везде, на всех стенах писать. У нас сейчас, я так помню, это обширно принимаются такие вот, обвиняют без веских доказательств. По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание. В интервью интернет-изданию «Взгляд из Одессы» Александр Остапенко назвал эти выводы бредом. Александр Остапенко намерен требовать проведения независимой экспертизы, которая, цитата, «докажет, что его машину сожгли. Это месть за поддержку участников Майдана». Конец цитаты. А точку в деле должны поставить правоохранители. Анатолий Косин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». В этот же день снова горел автомобиль. На этот раз на улице Сергея Ядова. Владелец автомобиля – активист «Автомайдана» Антон Степанишин. Случившееся он связывает со своей активной общественной деятельностью. Автомобиль, по данным сотрудников милиции, загорелся в половину второго ночи. Антону и его соратникам-автомобилистам уже удалось посмотреть запись камеры видеонаблюдения супермаркета, возле которого был припаркован автомобиль. Запись в какой-то мере подтверждает версию поджога. Происходит вспышка, большая сильная вспышка. И после этой вспышки огненной от автомобиля убегает человек, не установленное лицом. Антон связывает произошедшее событие со своей гражданской позицией. В частности, на своем автомобиле он участвовал в блокировании казарм подразделений внутренних войск на улице Промышленной, чтобы не дать солдатам уехать в Киев. Там присутствовали на промышленной, в период нашего там нахождения, люди в гражданском, которые говорили о том, что всех вас мы записали, всех вас мы найдем. Судя по данным действиям, что происходит сейчас как с нашими активистами, так и с активистами Евромайдана, мы можем понять, что государство, государственные служащие реально пошли на беспредел. Беспредел такой, что они даже не боятся ответственности за свои действия. Как видите, других методов просто у данного государства, гнилого, прогнившего в коррупции, уже слова просто нет, выразить все свои мысли. У них нет метода. В лицо сказать не могут ничего. Они просто творят вот такие чудеса за спиной. К слову сказать, происходящее тогда на улице Промышленной фиксировали правоохранители. И наверняка в объектив их камер попали люди, которые угрожали активистам. Анатолий Косин, Руслан Акаев, телекомпания «Круп». Неизвестные атаковали автоколонну одесских евромайдановцев. 23 января молодые люди спортивного телосложения напали на активиста в районе Привокзальной площади. Неизвестные монтировками разбили три машины. Больше всего пострадал автомобиль Вячеслава. Водитель говорит, что нападение произошло на углу итальянского бульвара и улицы лейтенанта Шмидта. События развивались молниеносно. Ехали колонной с флагами, мирно. Поворачивали с итальянского бульвара на лейтенанта Шмидта. Дорогу переходила группа примерно из четырех молодых людей в спортивной одежде. Один из них внезапно остановился. Перекрыло мне движение. И в это время в целом автомобиля посыпались осколки. Активисты пробовали догнать злоумышленников, но тем удалось скрыться. Александр Голущак утверждает, что задолго до нападения автоколонну преследовали. Мы ехали последними и где-то минут 15 за нами ехала машина гаишников. Когда мы на Синума-Сити заехали на парковку, проехались мимо Синума-Сити, они после этого, по-моему, на проспекте Шевченков куда-то свернули. Возле оперного была попытка нападения на колонну, колонна быстро проехала. Те же люди появились возле ЖД вокзала, разбили три машины. Мое мнение, что их действия кто-то координировал. Я не верю, что во всем городе везде стоят группы, которые, если нас увидят, будут. Они просто знали, где мы будем. Неприятности с ГАИ у автомобилистов начались еще раньше. Возле ЖД вокзала нас остановили, инспектор ГАИ остановил. Я ехал в головной машине. Мы им предоставили документы под видом проверки документов. Они нас задержали минут на десять. Очевидцы утверждают, что запомнили нападавших и готовы быть свидетелями. Сидел в будке, услышал стук по будке. Вышел, увидел, трое ребят стояли. Невысокого роста моего роста. Один был, получается, в синем полностью, синяя куртка, синие джинсы. Второй был в черном, пальто, джинсы. А третий был в коричневой куртке и тоже джинсы. События в Киеве эхом прокатились и по Одессе. Поджоги автомобилей, нападения на автоколонну, провокации против мирных пикетов. Власть не брезгует никакими методами. Алия Замчинская, Анатолий Косин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». 22 января состоялась внеочередная сессия Одесского областного совета. Повестка дня была представлена одним вопросом. Призвать президента Украины отреагировать на сегодняшние вызовы. Обеспечить порядок, защитить целостность государства и мирных граждан. От текста повеяло зловещей аббревиатурой ЧП. В повестке дня было два предложения обращения от власти и от оппозиции. Первое на рассмотрение депутатского корпуса вынес сам председатель Одесского областного совета Николай Тендюк. Областная рада обратится к вам, господин Виктор Федорович, с выслушением доверия территориальных громад Одесской области для поддержки ваших действий о обеспечении гражданского порядка, защиту прав мирных граждан, защитивание нашей страны. Почему же мы сегодня не обращаемся к президенту от имени территориальной громады? Срочно провести расследование фактов применения силы правоохранительными органами и отношения к своим гражданам на Майдане. К слову, действия милиции обязательно нужно расследовать, иначе, уверен руководитель городской организации партии «Солидарность» Алексей Булгару, после принятых законов правоохранители окончательно почувствуют свою безнаказанность. На сегодняшний день и так они повязли в коррупции, и так, что уже далее некуда. То есть это даже уже не язва, это гниет, можно сказать, изнутри, и МВД-система самая прогнившая в коррупции. И чем больше открывается у них возможность, тем больше, соответственно, будут их неполномочия расширяться и, соответственно, гнобиться людское, ну, народное, говорится, волеизъявление. Вернемся к сессии. Предложение было вслух поддержано регионалами и некоторыми внефракционными, с определенными косметическими правками. Впрочем, помимо слов поддержки, действий власти и просьбы принять безотлагательные меры, другой конкретики не было. У оппозиции предложения были обличены в более четкую форму и направлены на поиск диалога. Мы просим гаранта от державного суверенитета до завершения переговорного процесса весты мораторий на застосование физичной силы, сбровей и специальных засобей правоохоронцами по отношению до протестувальников. Призвать протестувальников не застосовывать такие заходы по отношению до правоохоронцев. Проголосовали за провластный вариант. За принятие обращения проголосовало в итоге 90 депутатов. Их единодушие наводит на мысль. Депутаты просто не видят других вариантов разблокирования ситуации, кроме как усиления репрессий. И похоже, спасение они видят только в очередном ГКЧП, не учитывая уроков истории и забыв, чем закончился первый ГКЧП. На самом деле, все, кто не понимает неизбежность диалога власти с собственным народом, лишь усугубляет кризис. Когда раздаются призывы, приняты какие-то меры, определитесь, какие меры и посчитайте, что за этим будет. Страна-то ведь большая и разная. К слову, сессия едва не сорвалась. После первой регистрации было 64 человека. Потом табло показало 72 депутата. За повестку голосовало 84, а журналисты насчитали 69. Табло же показало 94 депутата. Журналисты заметили, что количество депутатов, сидящих в зале, явно меньше цифры, которая высветилась на табло при итоговом голосовании. На эту странность обратили внимание Николая Андреевича Тындюка. Это вам показалось так, потому что при регистрации, первоначально при регистрации вы могли заметить, что было 64 депутата было зарегистрировано. Потом 72, и в процессе сессии люди подошли. И это действительно было так. В одном депутаты сходятся. Нужно все-таки остановить происходящее на улицах, пока количество жертв не стало расти. Это не методологическое обращение, что делайте то-то, то-то и то-то. А это вот фундаментальное обращение, что надо принимать какие-то меры, в том числе и меры по всеобъемлющему диалогу, естественно, в рамках законности и в рамках Конституции. Сегодня нужно остановить противостояние, которое закручивается в спираль насилия. Нужно остановить насилие, ибо потом это все не остановишь. Но вот одесские областные депутаты, похоже, просто взяли под козырек после того, как им спустили разнарядку ответить на действия властей Львова, Ивана Франковска, Луцка. И они это послушно исполнили. Видимо, ни на местах, ни в правительственном квартале не видят иного выхода из сложившегося кризиса, чем принять так называемые действенные меры, за которыми неизвестно, что скрывается. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, Татьяна Сарнацкая, телекомпания «Круг». В пятницу, 24 января, на внеочередной сессии Одесского городского совета местные депутаты планировали рассмотреть всего один вопрос – принятие городского бюджета. Государственный бюджет уже принят, а значит, можно сверстать уже и главный финансовый документ города. Впрочем, журналисты шли на сессию с пониманием, что одним вопросом сессия не завершится. Депутаты наверняка последуют примеру коллег из области. Уже на подступах к мэрии было заметно, что на площади толпится около тысячи сторонников власти. Дежавю. На внеочередной областной сессии, когда принимали обращение к президенту, тоже был масштабный митинг сторонников действующей власти. Стало понятно, что и на городской сессии произойдет нечто похожее, а бюджет – повод для того, чтобы собрать сессию. К тому же текст городской сметы, по словам оппозиции, раздали депутатам только за 10 минут до начала сессии. И ознакомиться с документом они не смогли. Бюджет был принят, однако я убежден, что уже на следующую сессию, в том числе и по моей инициативе, мы будем пытаться вносить определенные корректировки в этот бюджет, когда я полностью изучу и системно подготовлюсь, изучу все материалы, связанные как с доходной частью, так и с расходной. После этого депутат Александр Остапенко предложил почтить минутой молчания память погибших в Киеве активистов Евромайдана. Депутаты Горсовета не поддержали это предложение. Затем с голоса прозвучало предложение принять обращение городского совета к президенту. Лидеры оппозиции не способны контролировать людей с них и спрос, а курс президента поддерживаем. За обращение проголосовали. В документе президенту даже не предлагали выслушать протестующих или провести анализ происходящего. В обращении сказано, что Майдан и его лидеры – вселенское зло. Они должны ответить за то, что происходит, а президент должен принять все действенные меры по восстановлению порядка и законности. Что за действенные меры – не сказано. И в чем причины конфликта – в документе тоже нет. Потом разберемся. Но на словах все за диалог. Почему нет анализа причин? Я сейчас не могу ответить на этот вопрос, почему нет анализа причин. Потому что для того, чтобы изучить причины, наверное, конфликт закончится. После этого его надо изучать. Причины – потому что обе стороны должны были идти на компромиссы друг к другу. И путем, в том числе и власти, должна слышать народ, чаяние народа. Скажем так, если рассматривать глубоко этот вопрос, то для этого нужно действительно делать, создавать такую группу, которая бы расследовала всю причину этого конфликта, который возник и так далее. К сожалению, мне тяжело об этом судить. Другие же регионалы уверены в правоте президента и курсе действующей власти. У президента есть набор инструментов, предусмотренных законом. И этот порядок в том числе включает диалог. Александр Остапенко заметил, что в обращении нет ни слова о возможном диалоге. И именно игнорирование глаза народа приводит к экстремизму. Такое вот нежелание разобраться в ситуации, наказать виновных, такое демонстративное провоцирование и оппозиции, и людей, которые стоят на Майдане, там различными назначениями, не привлечением к ответственности, и при этом преследование совершенно мирных людей, которых хватает там чуть ли не в пяти километрах от Майдана и судят непонятно за что. Это как раз и есть провокация. В одном депутаты горсовета были солидарны. Таких событий в нашем городе, как появление так называемых тетушек, погромы, поджоги автомобилей депутатов и активистов, быть не должно, как и любых других проявлений экстремизма. Очень жаль, что вот такая волна, вот такого агрессивного бандитизма, докатилась до нашего города. Одесса не привыкла жить в такой атмосфере. Власти демонстрированы не замечают тетушек, потому что персонально ними управляют. И сегодня вы же видите, что областную государственную администрацию, Одесский городской совет защищают странные люди в спортивных костюмчиках, которые есть тетушки, и управляют ними люди, которые носят милицейские погоны. И нападают на людей как раз по указке силовых структур вот эти люди. И жгут машины в Одессе как раз по их указке эти же люди. Это называется просто уничтожением еще нашего города, как города нравственного и очень доброго города. И мы превращаемся в среднестатистическую подвластную структуру. Вот это обидно. Не так тяжелые материальные потери, как тяжелые моральные потери. И если одесситы переродятся, вот это будет самое страшное для Одессы. В обращении нет призывов расследовать действия милиции. Нет даже намека на то, чтобы выслушать людей, которые давно озвучили свои требования. Документ, похоже, всецело одобряет действия власти, а не народа, который избирал депутатов городского совета. Анатолий Косин, Елена Бачевская, Вячеслав Лаштаба, Евгений Войтенко, телекомпания Круг. Мы продолжаем программу Круг новостей неделя. Далее вы увидите. Одесские журналисты требуют отменить законы, попирающие свободу слова. Для городских властей наступившие морозы, как всегда, стали большим сюрпризом. Первые морозы и гололед нанесли Одесскому региону немалый ущерб. Сотрудники Южной электроэнергетической системы НЭК УкрЭнерго сработали оперативно. Украинский парламент принял ряд вопиющих законов, которые в обществе уже окрестили законами о диктатуре или полицейскими законами. В частности, один из законов касается деятельности СМИ. Уголовное преследование за клевету и блокирование сайтов по требованию. Власть, похоже, просто пытается заткнуть всем недовольным рот. И одесские журналисты явно недовольны такой перспективой. Несмотря на моросящий дождь, одесские представители средств массовой информации и общественные деятели пришли под здание облгосадминистрации высказать свою позицию. А она предельно лаконична. Данные законы, ограничивающие свободу слова, свободу мирных собраний, не должны быть приняты. Иначе прямой путь к диктатуре. Этими законами фактически в стране устанавливается диктатура, при которой власть не хочет слышать, что о ней говорит народ. Власть не хочет видеть народ, который выходит на мирный протест. Власть желает запретить гражданам вообще объединяться и выражать каким-либо образом свое мнение. Поэтому я считаю, что этот закон отбирает у нас не только права и свободы, этот закон отбирает у нас будущее. Картвы недостроев сегодня пришли поддержать журналистов, потому что только благодаря их активной поддержке у нас появились призрачные шансы на достройку. А в связи с принятием этого закона мы, получается, что не будем иметь права митинговать то, что я буду стоять с флокатом «Кона на вор». То есть это будет уже противозаконно, это будет клевета на него. Это просто смешно. Еще одна новая норма законов, которая возмущает журналистов – это отключение неугодных сайтов на основании выводов неких экспертов. Это очень опасная норма и даже в той же России, где существует аналогичное правило, они сформулированы несколько менее удобно для власти мучения. То есть если здесь у нас просто одна инстанция собралась, решила, все там, как бы ресурсы отключили на основании непонятного чего, на основании выводов неких экспертов. Это, конечно, совершенно неприемлемая ситуация и это на самом деле является сегодня главной угрозой свободы информации в Украине, как мне кажется. Тот самый закон о клевете, считают некоторые журналисты, по прямому назначению применяться не будет и реальных приговоров по этой статье не предвидится. Доказать, что человек знал, что сознательно клевещат, почти невозможно. У закона другое предназначение – мешать работать неугодным СМИ. Влиятельные власти мучшие люди получат возможность возбуждать эти уголовные дела, точнее криминальное производство. В рамках них будут проводиться различные следственные действия, то есть обыски, изъятие компьютеров, там будут таскать людей на допросы и так далее, и так далее. При этом реальной защиты от клеветы мы не получим. Возбуждать это будут по любому поводу, при этом реальных приговоров мы не увидим. Но увидим только препятствия с помощью этой статьи работе средств массовой информации. Журналисты подписали резолюцию, которая осуждает принятие данных законов, и они планировали передать ее областному руководству. К представителям прессы вышел заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Алексей Еремица, который пригласил активистов продолжить беседу в своем кабинете. Он также пообещал, что передаст петицию своему шефу, председателю Одесской областной администрации Николаю Скорику. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круп». Первые морозы и гололед нанесли Одесскому региону немалый ущерб. Огромное количество людей до сих пор сидит без света. Пострадали и магистральные электросети. Несмотря на это, сотрудники Южной электроэнергетической системы НЭК «Укрэнерго» сработали оперативно. Большинство нарушений были устранены в течение шести часов. Как велись ремонтные работы в Одесской области, с подробностями наши корреспонденты. Энергетика – высокотехнологичная отрасль, объекты которой подвергаются постоянному воздействию климатических факторов. И полностью исключить возможность возникновения технологических нарушений здесь невозможно. Таким образом, суровая зима отразилась и на магистральных электросетях. Погодные условия в минувшие выходные привели к гололедообразованию. Таким образом, линии не выдержали нагрузку и произошли повреждения. Обрыв проводов и повреждены опоры. На наших сетях произошло обледенение и, соответственно, были отключения, которые повлекли к тому, что линии были отключены и, соответственно, были обнаружены дефекты, которые сейчас мы устраняем. Так, в частности, 20-го числа в 14.35 была отключена линия «Болгар-Сбеляевка» 110 кВт. Значит, на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Для оперативного устранения технологических нарушений на линиях электропередачи сформированы мобильные бригады быстрого реагирования. Проведены противоаварийные тренировки. Персонал работает в круглосуточном режиме. На предприятии создан, соответственно, штаб по устранению этих чрезвычайных ситуаций, координации по аварийно-восстановительным работам. То есть ситуация в целом под контролем. Несмотря на то, что пока природа нам не помогает, ситуация усугубляется, но брошены все силы, и мы устраняем возникшие неисправности. Только в селе Беляевка на одном отрезке электросетей было задействовано три бригады сотрудников с целью устранения аварийной ситуации, которые, в свою очередь, не покидали свои посты круглосуточно. При том, что объем работы колоссальный. В том числе проводились работы по замене старых опор на новые. Данная линия связывает Приднестровье, Молдавскую ГРС, с населенным пунктом Беляевка. Там подстанция, но это транзитная линия. Со стороны Молдавской ГРС сейчас, получается, питание не идет. Результатом проведенной работы стало надежное и бесперебойное энергоснабжение. Можно с уверенностью сказать, что сотрудники Южной электроэнергетической системы НЭК «Укрэнерго» отработали на отлично. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». О том, что Одессу ждут морозы, было известно неделю назад. Да и неудивительно, на дворе зима как-никак. Но для городских властей такое погодное явление, как всегда, стало большим сюрпризом. А всем одесситам, которые 21 января вышли из дома, пришлось пройти жесткое испытание. Так как городские коммунальные службы не потрудились посыпать песком дороги, покрытые коркой льда. Вероятно, во многих странах мира ураган, смерч, цунами и извержение вулкана считаются стихийными бедствиями. Но это все мелочи, ведь самый настоящий ужас поджидает людей зимой в Одессе, когда очень неожиданно ртутный столбик термометра опускается ниже нуля. Вот тут-то и начинается Армагеддон. А все потому, что городские власти не слышали о таком страшном катаклизме, как зима. Вьюга, снег, заморозки и гололед подкрадываются незаметно, чтобы специально заставить врасплох чиновников. Допустим, что не все чиновники в курсе, что такое зимнее время года, так как на островах всегда тепло. Но вот коммунальные службы, по идее, должны быть осведомлены. Ночь прошла, настало утро. А на улицах города как был каток, так и остался. Всем одесситам, которые сегодня вышли из дома, пришлось пройти жесткое испытание. К счастью, с теми людьми, с которыми нам удалось пообщаться живо и здорово. Кошмарно. Никто ничего не делает. Ну, вообще, полный беспредел. Это касается человеческих жизней, и никому дела нет. Они всегда кричат, но для них всегда неожиданно приходит зима, как будто мы в Африке живем. И городские власти не делают ничего, ни чтобы косвился, ни следующий этот непонятно кто. В общем, никто ничего не делает. Ужасно. Чуть не упала вот недавно, две минуты назад. Что-то я не вижу, чтобы Козда что-то делал. Абсолютно. Надо уже и посыпать, и все. Это все, как говорится, вы увидите по результатам в больнице, сколько людей будет после этого. Тяжело ходить, особенно на каблуках. Я сегодня была в нескольких районах города, а то, конечно, не везде есть. Но им просто не понять, они ездят на машинах. Поэтому, если их выпустить вот так погулять, наверное, они не согласятся. Зима наступила внезапно, как обычно. Никто не ждал в январе. Так и получилось. Коммунальные службы совсем не работают, совсем не видно, что происходит в Одессе. Не в лучшую сторону. То есть, изменений никаких не существует сейчас. То, что говорилось раньше, до выборов. То есть, власть не держала свое слово. Оптимистичные одесситы, хоть и вынуждены терпеть такое отношение к себе со стороны коммунальных служб, но все равно шутят и пытаются раздавать друг другу веселые советы, как пережить неожиданный природный катаклизм. На скейты, на коньки, на лыжи, на все. Ну, обещают нам еще снег, тогда станем на лыжи. Шайбой и хоккейной клюшкой. Наверное, аккуратнее быть немножко. По возможности не выходить. По прогнозу, плюсовая температура скоро. Я думаю, что все наладится, само собой. Из года в год городские власти оказываются неподготовлены к зиме. Как будто лета и осени недостаточно для того, чтобы во всеоружии встретить ее. Шутки шутками, а прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный. Страшно подумать, какой апокалипсис ждет Одесскую Африку, если температура воздуха достигнет злосчастных минус пяти. Если городские власти собирают пресс-конференции по борьбе со стихией при температуре 2 градуса мороза. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». В нашу редакцию обратились возмущенные жители Виноградного переулка. Там практически отсутствует асфальтное покрытие, а близлежащая балка превратилась в свалку бытовых отходов. Чиновники и сотрудники ЖКС обещали помочь, но время идет, ударили морозы. Из-за состояния улицы жители стали заложниками в своих домах. Улица Виноградная соединяет исторический центр Одессы и легендарную Молдаванку. Улица чуть более километра в длину. Казалось бы, такой небольшой участок нетрудно содержать в должном состоянии. Однако Виноградная больше напоминает декорации к фильму о Великой Отечественной войне, чем улицу в европейском городе. Живем в городе, в принципе, почти в центре, а пройти нереально. Болото по колено, либо воды. А свалка здесь, во-первых, здесь такая вонь. Куда мы только не посылали наши обращения с подписями, все равно это было бесполезно. Никому нет никакого дела. У меня двое детей. Я с них вожу в школу. Пройти просто невозможно. Мы идем по этому парапету через мост. Это вообще просто невозможно. Это не переулок, это просто катастрофа. В ходе разборок в городсовете по поводу компании, которые обязаны вывозить мусор, вышло так, что на улице виноградной мусор и вовсе никто не убирает. На улицу всего один контейнер. А балка в 10 метрах от жилых домов превратилась в свалку бытовых отходов. Лишь выпавший снег скрыл горы мусора. Это сейчас замерзло, более не менее. А когда пойдет потепление, вы знаете, просто вот такие рыбацкие сапоги одевай и греби лодку, бери просто в Венеции у нас. Весь мусор они оснабдили сюда. Здесь городской свалки, чтобы поехали на городскую свалку, они сюда нас снабжают. Ехала машина, высыпались здесь. Молодые люди, вы мне извините, здесь же не мусор, здесь же вот люди. Ну а что, а куда нам? По словам местных жителей, они неоднократно обращались к городской власти в лице исполняющего обязанности мэра Олега Брэндака, ответа от которого нет и по сей день, как и от работников ЖКС на этой улице. Проживающим на этой улице одесситам остается только ждать, когда после очередных кадровых перестановок городские службы обратят внимание на их проблему. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. А нам остается пожелать вам отличного настроения и только добрых новостей. До скорой встречи. До свидания.